Добрый день, дорогие телезрители! 9 февраля Православная Церковь отмечает неделю мытаря и фарисея. В этот день на богослужениях читается 18 глава Евангелия от Луки, где Спаситель рассказывает притчу. В храме молились мытарь и фарисей. Фарисей пред Богом хвалился своими заслугами и говорил, «Слава тебе, Господи, что ты сделал меня фарисеем, который живет праведной жизнью, исполняет все законы, приносит все необходимые жертвы, а не сделал меня нечестивым безбожником, например, таким, как этот мытарь». А в самых задних рядах этого храма молился бедный мытарь, который понимал, что он человек грешный, что он собирает налоги со своих соотечественников. И это не просто налоги для храма и для своего государства, но налоги для оккупационной римской власти. И фарисей считался образцом благочестия, а мытарь считался в еврейском народе образцом нечестия, потому что он был трижды предателем. Он был предателем своей родины, потому что он собирал налоги для оккупантов римлян. Он был предателем своего бога, потому что, чтобы собирать налоги, он должен был покодить и поклониться идолу императора как богу. И он был угнетателен своих соотечественников. По одной причине, что мытарям не полагалась зарплата, и считалось, что если человек собирает налоги, то себя он при этом не обидит. И он вынужден был собирать более, чем того требовал закон. И поэтому мытарь в храме молился с глубоким покаянным чувством и просил только Божия милости в будьему негрешному. И он не знал, будет ли он оправдан пред Богом. Но Господь принимает молитвы всякого человека. И молитвы праведника, и молитвы грешника. А православная церковь знает, что спасает не исполнение закона, а спасает благодать Божия, его любовь и милосердие. И поэтому Христос закончил свою притчу словами. И второй ушел из храма более оправданным, нежели первым. Дорогие братья и сестры, я желаю вам быть людьми благочестивыми, но я желаю вам быть не такими гордыми и самодовольными, как этот фарисей, а людьми добрыми, людьми, исполненными покаянием, людьми, надеющимися на милосердие Божие, такими, как мытарь. Именно к этому чувству призывает нас евангельское чтение недели мытаря и фарисея. Добрый день, дорогие братья и сестры! В субботу, 15 февраля, Православная Церковь вспоминает одно из важных событий священной истории. Встретенье Господне в этот день святые родители Господа нашего Иисуса Христа, целомудренный Иосиф и Пресвятая Дева Мария, отнесли своего младенца Иисуса в храм. В этом храме, в который они принесли для посвящения своего ребенка Богу, потому что он был первенец, и первенцев еврейского народа всегда посвящали Богу и приносили за них особую жертву, либо тельца, либо, как Иосиф и Мария, которые были людьми бедными, они принесли двух голубей. И в храме этого младенца встретил пророк Божий. Его звали Симеон, и еще одна пророчица по имени Анна. Симеон был удивительный человек. Когда-то в городе Александрии ему случилось быть одним из 70 переводчиков еврейского священного писания Ветхого Завета, который по заказу Александрийской библиотеки тогдашний правитель Египта Птоломей хотел очень быстро и срочно приобрести. И поэтому со всего еврейского народа было собрано 70 переводчиков от 12 колен, и им были заданы несколько, каждому свой фрагмент из священного писания, чтобы они побыстрее перевели на греческий язык, а это был тогда язык мировой культуры, язык межнационального общения. Они перевели бы эту удивительную священную книгу. И тогда пророку Симеону пришел черед переводить одно из пророчеств пророка Исаии о том, что Дева зачнет в очреве и родит сына своего Эммануила, что означает «с нами Бог». И пророк Симеон усомнился в пророческих словах этого писания и подумал, «Как эта дева может без мужа зачать ребенка и родить его, еще и ребенка будет имя Бог, который с нами». То есть не тот неприступный Бог, который на небесах, и которого знают только по имени, но Бог, который обитает вместе с людьми. И это сомнение так долго его мучило, что однажды он услышал голос с небес, «Ты будешь жить до тех пор, пока это пророчество не исполнится». И вот праведный Симеон 300 лет ожидал исполнения этого пророчества. Жизнь привела его в город Иерусалим. Он приходил в Иерусалимский храм. Иерусалимский храм, наверное, он был уже очень стар, утомлен своей жизнью, нездоров, и каждый день молил Бога о том, когда исполнится то слово, что он услышал 300 лет назад. И вот однажды он увидел родителей, которые принесли с собою младенца, и сердце подсказало ему, что это тот самый младенец, о котором написано в Писании, строки которого он переводил. Дева зачала его во чреве и родила сына, который по своему положению в мире был Эммануилом, то есть тем Богом, который с людьми. И рядом оказалась с ним пророчица Анна, которая сказала о высоком месте этого младенца пред людьми и сказала о тяжком испытании, которое предстоит Богородице. И сказала, и тебе самой оружие пройдет душу. А младенец – это тот, который приходит на восстание и падение многих. Таким образом, в праздник Сретенья мы видим исполнение ветхозаветного пророчества. И Православная Церковь толкует этот праздник как удивительную встречу Ветхого и Нового Завета, встречу ветхозаветных пророков, носителей божественной мудрости веков и встречу воплотившегося Бога, который есть исполнение этих пророчеств и обетование будущего спасения мира. Это удивительное событие празднуется Церковью 15 февраля и является собой преддверие начала спасительного пути Господня и преддверие будущего Великого Поста. В Градосимбирском Вознесенском кафедральном соборе в канун Дня памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских было совершено всеношное бдение. Богослужение возглавил митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф. В центре храма установлена старинная икона XIX века. На ней изображен игумен земли русской преподобный Сергий Радонежский у гроба своих родителей Кирилла и Марии. День их памяти для владыки Иосифа особенно дорог. В свое время, по милости Божией, он участвовал в их канонизации. В этот же день, 31 января, когда Церковью празднуется память преподобных Кирилла и Марии, владыка Иосиф отмечает день своего рождения, а с 1999 года, по воле случая, и день своей архиерейской хиротонии. Я действительно счастливый человек, очень счастливый, потому что всю свою жизнь я занимаюсь тем, к чему лежит мое сердце, к служению Церкви. Я очень люблю богослужение, я люблю молитвы, я люблю наши прекрасные церковные чинопоследования. На следующий день владыка Иосиф возглавил в соборе божественную литургию. Ему сослужило многочисленное духовенство. Священнослужители кто-то накануне, кто-то в сам день празднования съехались со всех приходов Симбирской епархии. Разделить радость праздника с владыкой на богослужении прибыли губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, глава города Ульяновска Сергей Сергеевич Панчин, представители областной и муниципальной власти. Дружба, наши отношения, наше сработничество только начинается с вами. Я хочу, владыка, чтобы вы всегда верили в то, что рядом с вами, в моем лице все власти будут вашими помощниками, что мы вас искренне любим и желаем вам счастья и здоровья. В Ульяновск прибыли гости из Уральского региона, специально посетившие богослужение в этот памятный для владыки день. Прежде всего приехать сюда поддержать владыку, его первый день рождения здесь, на Симбирской земле. Сказать им огромные слова благодарности от имени Курганцев. Когда я уезжал, многие батюшки со мной передавали ему поклон, передавали ему привет. В свои 66 лет владыка Иосиф посвятил архиерейскому служению 21 год. В этот период ему суждено было трудиться в Ярославле, затем основать Биробиджанскую епархию, с нуля создать и утвердить в ней церковную жизнь во всем ее многообразии. Последние четыре года владыка положил очень много сил и трудов на развитие Курганской епархии. Он практически создал наш храм. Он получил его в красном кирпиче, но благодаря ему расписаны два предела. Организована деятельность храма, построена котельная газовая. Уезжая, он оставил очень много святынь, икон, мощей святых. Мы ему очень благодарны за это. По окончании ритургии был совершен благодарственный молебен и возглашены многолетия. Множество искренних, добрых слов благодарности и поздравлений посвятили владыке Иосифу в этот день. И духовенство, и монашествующие, и представители власти, и миряне, и гости – все объединились в общем порыве. Владыка поблагодарил всех и отметил, что мы живем в благодатное время, когда мы вместе, власть и церковь, имеем возможность восстанавливать порушенные оскверненные храмы, строить новые и возрождать духовность нашего народа. Я с большой любовью и радостью посещаю наши святые храмы. Вот видя, сколько храмов построено здесь, в Ульяновске, где почти все храмы были уничтожены и разорены, сколько хороших, благолепных, величественных храмов уже создано, как ведется в них церковная жизнь. У нас прекрасные воскресные школы. Приходы живые, наполненные людьми – это не может не радовать. Поэтому я благодарен всем и духовенству, и мирянам, и всем тем, кто сегодня прикладывает свои усилия к тому, чтобы церковь жила, существовала и развивалась. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня мы отвечаем на вопрос наших зрителей и прихожан. Вопрос звучит так. Бабушка попросила обязательно пригласить к ней священника перед смертью. «Одна дома лежачая, состояние ухудшилось». Вопрос – можно ли соборовать человека, если он не вполне сознает реальность, периодически впадает в забытие или дезориентирован? Как при этом исповедовать его и причащать? Мы знаем, что в таинстве соборования участвуют люди, крещенные, православные, достигшего семилетнего возраста. Поэтому в таинствах люди участвуют сознательно. Если человек до этого участвовал в таинствах и говорил о том, что он желает пособороваться и хочет пригласить священника, но случается так, что человек не может в данный момент говорить или не понимает, что с ним происходит, нужно советоваться конкретно по каждому случаю, отдельному случаю, обязательно со священником. Ведь, как говорит апостол Яков, который утвердил таинство соборования, «Если вы больны, призовите пресвитера церковного, призовите». То есть человек должен осознавать, что он просит о том, чтобы пришел к нему священник. И помолившись над ним, и помазавшись его маслом, тогда действительно, по вере болящего, Господь спасет его. Поэтому нужно понимать, что каждый случай индивидуален. И никого не волить и заставлять нельзя. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Пытаюсь воцерковляться, но духовника нет. Есть батюшка, с которым иногда беседую и спрашиваю совета, можно ли его считать своим духовником? Или надо у него лично спросить, будете ли вы моим духовником? Что делать, если он откажет? Исповедоваться или причащаться после выбора духовника нужно только у него? На самом деле, этот вопрос, он очень трудный, он очень сложный. И очень, на самом деле, хорошо, что вы задаетесь таким вопросом. Конечно же, чтобы считать батюшку своим духовником, нужно к нему, во-первых, подойти и поговорить, что вы испытываете к этому священнослужителю особое доверие, готовы поверять ему свою не только внешнюю жизнь, но и внутренние помыслы, то есть стать духовником. То есть это будет тот человек, который поведет вас по пути духовного вашего совершенствования. И если батюшка не говорит, что нет, пока он не может стать духовником, или не хочет, или еще по каким-то возможностям он может отказать вам, то в этом случае не нужно отчаиваться. Значит, нет в том Божьей воли. Значит, где-то рядом ждет вас другой батюшка, который может быть лучшим духовником именно для уже вас, для духовного вашего роста. И если вы все-таки по Божьей милости, по Божьей воле нашли такого священника, или монашествующего, который становится вашим духовником, то нет, не обязательно все время у него только лишь у него исповедствоваться и причащаться. Потому что ваш духовник может жить в другом городе, допустим, в какой-то лавре, или в каком-то монастыре, а вы проживаете, может, и за тысячу даже километров, то в этом случае вы, опять же, по его с ним соглашению, по его благословению, приезжаете к нему, сколько раз он благословит, на исповедь, на причастие, за его духовным советом, а в остальное время уже ходите в храм, который находится рядом с вашим домом. Добрый день, дорогие телезрители! В нашу редакцию, как всегда, приходят новые вопросы, и один из них касается того, в каком возрасте лучше всего крестить детей. Этот вопрос несет в себе скрытую полемическую окраску, потому что многие протестантские секты и динаминации признают только крещение во взрослом и сознательном возрасте. И даже в секте адвентистов, что означает перекрещенцы, они перекрещивали взрослых людей, даже если те были в детстве когда-то уже крещены. В чем заключается это сомнение? Я не раз об этом беседовал с нашими прихожанами или неверующими моими согражданами. Они говорят, зачем я буду крестить своего ребенка и тем самым применять к нему какое-то насилие? Вот когда он вырастет, пусть он сам изберет себе свою веру, он обретет какое-нибудь мировоззрение, и, может быть, он захочет быть не православным, а католиком или мусульманином, или каким-нибудь буддистом или индуистом. Зачем я буду заранее определять его жизнь и тем самым лишать его Бога данной свободы? В этом вопросе есть своя правда, но есть и свое лукавство, потому что многие наши качества мы приобретаем несвободно. Например, мы все родились на территории России и говорим на русском языке. Мы же, родители, не говорим о том, что вот я не буду учить своих детей говорить, а вдруг он не захочет быть русским, пусть он подрастет и лет в 18 сам выберет, на каком языке ему надо учиться говорить – на русском или на английском, на французском, а может, на хинди. Это, конечно, противоречие, и ребенок воспринимает свою жизнь, ценности, культуру от своего окружения и своих родителей. Кроме того, родители ведь имеют право оказывать влияние на своих детей. Все родители призваны и обязаны своих детей воспитывать. Все родители хотят прививать своим детям добрые навыки. Все хотят учить их, чтобы они возрастали в добрых нравах, чтобы они были учеными, чтобы они были развитыми, чтобы они были успешными. И в этом никто не видит никаких насильственных действий по отношению к своим детям. Так вот, для христиан дать своим детям христианскую веру – это означает передать им самое лучшее наследство, которое они сами получили от своих родителей. Мы знаем, что христианская вера – это то, что дает нам образ Божий, что определяет наш спасительный путь, определяет нашу позицию в мире, определяет наши отношения с людьми, вещами, небесами и самим Богом. Поэтому, конечно, лишать ребенка веры на основании того, что мы этим как-то вмешиваемся в его свободу, совершенно неразумно. К тому же христиане знают, что член церкви, каковыми становятся люди после крещения, имеет очень большие преимущества в жизни. Когда человек крестится, то в его душе просыпается христианская совесть, голос Божий в душе человека. Человек получает ангела-хранителя, который помогает человеку в разных трудных ситуациях в жизни. У человека появляется его небесный заступник, имя которого соответствует имени крещаемого человека, и дружба с которым, духовная связь с которым, дает очень большие преимущества человеку в жизни. Также крещеный человек имеет возможность участвовать в церковных таинствах. Младенцы сначала причащаются, потом, подрастая, они начинают участвовать в таинстве исповеди и очищают свою совесть. Крещенные дети начинают участвовать в молитвах своих родителей, их привозят в храм, и они участвуют в храмовых богослужениях. И все эти условия, обстоятельства и таинственные действия духовные оказывают на людей крайне благоприятные действия. Неужели мы с вами будем отказываться от крещения детей ради того, чтобы сказать, что мы шагаем в ногу со временем, что мы имеем демократические убеждения, и что мы не ограничиваем формальную свободу наших детей. Зачем нужна такая формальная свобода, если она может привести их к погибели? Мы же ограждаем детей, когда они лезут в огонь или пытаются вылезти в окно многоэтажного дома с высокого этажа, или прыгнуть с высокого обрыва, лишаем их свободы и не чувствуем себя в этом виноватыми. Вот мы таким же образом должны рассуждать и при ответе на вопрос о том, крестить на лишних молениях детей или не крестить. Если у нас самих есть в душе христианская вера, если мы имеем от нее добрые плоды, то это же наследство мы обязательно должны передать нашим детям с как можно более раннего возраста. Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры. От наших зрителей поступил вопрос. Говорят, что если в доме упала со стены икона, то это очень плохой знак. Еще много примет, связанных с иконами, что их нельзя трогать руками после захода солнца, нельзя размещать их в доме ниже на стенах часов и так далее. Как относиться к подобным приметам? Приметы рождают суеверие. Суеверие не имеет к православной вере никакого отношения. Наоборот, люди порочат православную веру и приписывают те или иные свойства, не свойственные православной вере. На многих городских соборах размещены часы, где мы видим, что они находятся выше иконостаса. Но это не говорит о том, что мы ставим часы выше икон. И если вдруг икона упала со стены или с полки, не нужно придавать этому никакому магическому значению и не думать о том, что это нам знак какой-то свыше. Нужно поднять икону, помолиться святому угоднику, попросить прощения за то, что мы, возможно, неправильно или не совсем на ровную поверхность поставили ту или иную икону святого человека. И не искать в приметах каких-то судьбоносных знаков или еще каких-то доказательств, пророчеств того, что нам грядет впереди. Один Господь знает, что Он для нас уготовил. И наша задача верить в Господа, не отвлекаться на такие суеверия, действительно находиться в молитве, благодарить Господа за все, что Он для нас делает. Субтитры создавал DimaTorzok